С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. В Наринмаре завершилась арктическая конференция. Главной темой второго дня стало освоение месторождения арктического шельфа, углеводородный потенциал округа и экологическая безопасность при разработке нефтяных месторождений в Арктике. Напомню, в конференции приняли участие 135 человек, среди которых представители органов власти, научные организации, недропользователи, работающие на территории округа. Хрупкий экологический баланс региона предъявляет особые требования к работе на арктическом шельфе. Экологическая безопасность стала главной темой пленарного заседания. Один из рассматриваемых докладов касался использования попутного нефтяного газа для целей рыболовства в Ненецком округе. Уникальный проект представил генеральный менеджер норвежской компании «Акваплан Нева» Александр Бамбуляк. Вода освобождается с температурой 15 градусов. Вода, которая забирается в море или с реками, температура, как правило, около 9-10 градусов. Оптимальная температура для выращивания семги – 14 градусов. Просто через теплообменник тепло передается воде, которая используется для выращивания рыбы, и темпы роста рыбы увеличиваются. Александр Бамбуляк уверен, у Ненецкого округа есть все возможности применить эту уникальную разработку. «Где достаточные объемы, как мы предполагаем, попутывание нефтяного газа сжигается на факеллах, наверное, это может иметь смысл, особенно в тех районах, где есть и источник энергии дешевых, и источник водоснабжения для выращивания рыбы там же на месте. Но и с точки зрения даже компенсационных мероприятий выращивания рыбы для зарыбления водоемов, восстановления – это тоже один из элементов, который может быть реализован». Кстати, опытом успешной реализации аналогичного проекта на пленарном заседании поделилась компания «Газпромнефтшельф». Это первая компания, которая начала добычу углеводородов в Российской Арктике при разработке приразломного месторождения. Особое же место среди природоохранных мероприятий «Газпромнефтшельфа» занимает восстановление морских биоресурсов. В частности, выпуск в естественные водоемы северного рыбохозяйственного бассейна «Мальков атлантического лосося». Вот так с воздуха выглядит Центр по воспроизводству ценных парокрыб. Платформа «Приразломна» – не единственный пример грамотного опыта взаимодействия Фонда дикой природы и предприятий нефтегазового комплекса. «Я сегодня рассказывал о том, как мы работаем с «Ямал-СПГ», компания утвердила у себя корпоративную стратегию по сохранению одного из редких видов – «Атлантический морж». Рассказал о том позитивном опыте, потому что зачастую общественные организации не всегда выступают с резкой критикой деятельности нефтяных компаний. Но мне хотелось осветить то, что помимо критики имеются и достойные примеры, которые мы можем тиражировать и показывать пример другим компаниям, как можно взаимодействовать, как можно работать. В пленарном заседании также прозвучал доклад по мониторингу технологий рекультивации и переработки нефтеотходов в условиях Нинецкого округа. После пленарного заседания состоялось обсуждение резолюции конференции, которая консолидирует точки зрения экспертного научного сообщества, недропользователей и органов власти.